Какие перспективы открываются перед пищевой и перерабатывающей промышленностью и готовы ли к переменам местные предприятия? Эти вопросы сегодня обсуждали на расширенной встрече с представителями отрасли. Одна из ключевых тем – экспортная деятельность. Поставки за рубеж наладили единицы. Есть проблемы и с реализацией продуктов в республике. На совещании искали пути решения. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Мода на здоровое питание делает свое. Сейчас повышается спрос на экопродукты без генномодифицированных добавок. По прогнозам Минцельхоза, в ближайшие годы долю продаж за пределы страны смогут нарастить производители напитков молока и мяса птицы. Пока же ключевыми экспортерами остаются кондитерские заводы. Люди готовы платить. Я понимаю, цель бизнеса – это получение прибыли, прежде всего. Но прибыль любой ценой она не дается. Для этого нужно зарабатывать доверие своих покупателей. И по рекламным роликам мы сейчас используем национальное телевидение. Национальное телевидение сегодня работает практически на всей территории Российской Федерации и Евросоюза. И надо эти каналы, эти ресурсы использовать. Не только у себя там стараться продавать, потому что рынок Российской Федерации все равно он закрывается. Это не 2006 год, когда мы начинали национальный проект развития АПК. Сейчас в республике продукты и напитки производят более 300 организаций. После введения эмбарго на импортные поставки предприятия начали наращивать объемы в регионах. Но необходимо двигаться дальше. Экспортный середовый сектор должен составить не менее 20%. Сегодня в республике объем производства АПК по итогам 2017 года составил 75 миллиардов рублей. В том числе в пищевке 30 миллиардов, включая напитки. В этом году очень много организаций переходит на мастерские культуры. Хоть вот в урнарские мастерские комбинаты, все остальные на горчицу, на рапс. Для того, чтобы экспортировать в основном продукцию. Мы хотим взять землю, где-то порядка 1800 гектаров. Для того, чтобы создать базу семенной предприятий. И ведем переговоры с сельхозпроизводителем. Готовы экспортировать порядка 10-12 тысяч тонн горчицы в Европу. У руководителей предприятий немало вопросов к федеральным сетям. Зачастую на полке магазинов продукция попадает с большой наценкой. Торговля начинает наглеть, Владимир Александрович. Уважаемые городские власти. Управлять надо с ними, вы же даете им разные разрешения, они к вам ходят. У предприятий республики не особенно велика и доля поставок в школы и детские сады. Конкурсы выигрывают бизнесмены, которые предлагают наиболее низкую цену. Но качественная продукция дешево стоить не может, отмечает глава региона. Вопросы безопасности продукции для школьников и вообще для жителей. Никакой амутсорсинг никогда не сласал. Когда чрезвычайные происшествия случаются, там отравляются дети или какие-то другие там ситуации возникают. Мы отслеживаем качество этой продукции. С директоров в школу ни в коем случае ответственность не снимают, потому что в первую очередь ответственность за питание и не дай бог что-нибудь случится несет в первую очередь директор. Качество продукции выходит на первый план. Конкуренцию на рынке выдержат только честные производители. Отсеять фальсификат поможет информационная система «Меркурий». В республике ее внедрят уже этим летом. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.